Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок, и сегодня в нашем обзоре удобно вести прицельный огонь. И этого в данном случае в целом достаточно. Рулевое колесо заставляет проронить слезу. Здесь я расположился довольно вольготно, зато на потолке присутствует футляр для очков. Раньше было лучше. Многие из вас слышали подобное выражение, в частности, когда речь идет про автомобили. Считается, что некогда, до эпохи захвата автоконцернов маркетологами, автомобили проектировали инженеры. Машины были надежнее, ремонтопригоднее и проще. Наш сегодняшний герой наверняка знаком вам, если вы знаете значение таких слов, как ритузы, антресоль, рисфедер, авоська. А если не просто знаете, а эти вещи до сих пор есть где-то у вас дома, скорее всего, на таком автомобиле вы даже успели поездить. Встречайте, сегодня на нашем подъемнике настоящий динозавр Toyota Hilux Surf 185 кузов. Небольшое лирическое отступление. Компания RDM Import, как вы знаете, работает в сфере реализации поддержанных автомобилей. А находимся мы в городе Новосибирске? Этот вопрос довольно часто звучит в комментариях. У нас в наличии всегда большое количество автомобилей от 150 единиц, проверенных и с гарантией. Если вы надумали приобрести себе поддержанный автомобиль, вы можете смело обратиться к нам. Контактный номер телефона будет указан на экране. Это мой личный номер. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Либо приезжайте в гости. Я с удовольствием поработаю с вами и подберу вам достойный экземпляр. Третье поколение модели Hilux Surf увидело свет в 1995 году. Эта машина визуально не слишком отличается от своего предшественника 130 кузова, но имеет значительные отличия в плане начинки. Также компания переработала ходовую часть и сделала попытку улучшить комфорт, забегая вперед не слишком удачно. Автомобиль простоял на конвейере всего-то 7 лет с 1995 по 2002 год, но успел пережить два рестайлинга в 1998 и в 2002 году. Сегодня на нашем подъемнике автомобиль в первом рестайлинге. Машина 1999 года выпуска, бензин 2,7, автомат и, конечно, полный привод. Что касается моторной гаммы, эти автомобили предлагались всего с четырьмя вариантами моторов. Два бензиновых и два дизельных. Бензиновые двигатели были объемом 2,7 литра и 3,4 литра. Первый выдавал 150 лошадиных сил, более крупный собрат 185 лошадиных сил. Младший двигатель агрегатировался с механикой, либо с автоматом, старший только с автоматической коробкой передач. На ранних автомобилях шел еще старый трехлитровый дизель 1КЗ мощностью 140 лошадиных сил. В последнем рестайлинге мотор сменили на такой же трехлитровый дизель 1КД-ФТВ. В модернизированных версиях, хорошо знакомые нашим гражданам, по лендкрузеру Prado в 150-м кузове. Отдача такого мотора выросла до 170 лошадиных сил, что, соответственно, положительным образом сказалось на динамике. Важным отличием сурфа третьего поколения от второго будет наличие в трансмиссии этой машины межосевого дифференциала. Такая раздаточная коробка опознается по J-образной схеме включения полного привода, отображенной на рычаге коробки передач. Наличие дифференциала позволяет вам использовать этот автомобиль в режиме 4ВД круглогодично на любых покрытиях, в том числе и на асфальтобетонном, что, конечно, удобнее для обычной повседневной эксплуатации, нежели схемы Part-Time с предыдущего поколения. Ну а теперь традиционно про кузов этого рамного внедорожника. Габаритные размеры здесь следующие. Длина 4 метра 65 сантиметров, ширина 1 метр 80, а высота 1 метр 76. Колесная база при этом составляет 2,67. Радиус разворота здесь немаленький, почти 6 метров, а снаряженная масса этого автомобиля чуть-чуть не дотягивает до тонны 800, если речь идет про бензиновую версию. Если говорить о толщине родного заводского покрытия, то ЛКП здесь будет прозваниваться в диапазоне от 70 до 90-95 микрон. Правда, встретить подобный автомобиль полностью в заводском окрасе уже вряд ли получится. Ну, либо это будет крайне редкая удача, учитывая, что большинство владельцев таких авто все же использовали когда-то по назначению. Ну, а что касается стойкости кузова к коррозии, учитывайте, что с момента выпуска последнего из подобных авто прошло уже без малого 22 года. Соответственно, в любом случае осмотр на подъемнике осуществлять обязательно. Перед тем, как залезть с рулеткой в багажник и замерить его габаритные размеры, упомянем об еще одной фишке Toyota Hilux Surf или Toyota 4Runner. Это его леворульный аналог. У этого автомобиля стекло пятой двери опускается при помощи электропривода. Некоторые говорят, что в 90-е годы такие автомобили пользовались популярностью у людей определенной профессии именно благодаря тому, что из багажника такого авто было удобно вести прицельный огонь. Но для остальных миролюбивых граждан, опускающихся заднее стекло пятой двери, это возможность получше проветрить салон. В багажник этого автомобиля попасть не так-то просто, как кажется на первый взгляд. В 90-е годы не было ничего легкого. И этот автомобиль также с понятием легкость практически не ассоциируется. Запасное колесо откидывается в сторону на кронштейне, а затем вы поднимаете весьма тяжелую пятую дверь. Проем багажника здесь практически не сужается к нижней части. И его ширина это 122 сантиметра. Высота от пола до верхушки проема 87. Ширина по полу между колесными арками это 99 сантиметров. А расстояние до спинки заднего сидения в поднятом состоянии 107. Заднее сидение здесь складывается на тот же манер, как и в 140 филдере. Сначала вы опрокидываете вперед подушку сидения, а затем складываете к ней спинку. При этом подголовники придется, конечно, вытащить. При этом длина по полу возрастет до 166 сантиметров. При этом, если груз максимально длинный, но гибкий, и вы все-таки просунете его между передними креслами, то везите здесь нечто длиной до 2 метра 70. Ну а если груз трехметровый, открывающееся заднее стекло и флажки негабарита вам в помощь. Что касается удобства в этом багажнике, здесь присутствуют петли для фиксации груза, 12-ти вольтовая розетка на боковой панели справа и панель на двух защелках-вертышах, за которой должен скрываться штатный инструмент. Когда-то он в этом автомобиле был. Прежде чем говорить про салон и эргономику, давайте в него попадем. Да, автомобиль стоит сейчас на подъемнике, но, тем не менее, он высокий, что накладывает определенный отпечаток на манеру посадки сюда. От высокого рамного внедорожника ждешь соответствующую вертикальную джиповскую посадку, однако в этом автомобиле ее нет. Посадка в сурфе напоминает таковую в легковой машине, если не сказать больше, посадку в спортивной машине. Здесь сидишь с практически выпрямленными вытянутыми ногами и довольно близко к полу. При этом, кстати, сидеть удобно. На редкость хорошее сидение с ярко выраженной боковой поддержкой. Это касается не только спинки, но и подушки сидения тоже. По всей видимости, при проектировании конструкторы задумывались о том, чтобы пассажиры и водитель не повылетали со своих мест при активной езде по бездорожью. Рулевая колонка в данном случае подпружинена, как на большинстве Toyota тех лет. Регулировка есть только по наклону, но и этого в данном случае в целом достаточно, потому что придираться к эргономике сурфа не получается при всем желании. Вдобавок и пластиковое, но при этом абсолютно не скользкое рулевое колесо заставляет проронить слезу, вспоминая сотый кузов Toyota Mark II. Приборная панель в данном случае это образец читаемости и лаконичности. Здесь равноправный спидометр и тахометр, крупная шкала режимов работы автомата, наглядные индикаторы работы системы полного привода и аналоговые приборы. Температура и уровень топлива. Вопросов по удобству пользования нет. Это автомобиль первого рестайлинга и одометр здесь уже электронный. Кстати, в более дорогих комплектациях сурфов может встречаться и аптитронная приборная панель, которая выглядит еще симпатичнее. Что касается места вокруг, при росте 1,86 м здесь я расположился довольно вольготно. Даже есть небольшой запас, чтобы отодвинуть кресло назад, и в этом случае я могу полностью выпрямить левую ногу в колени. Под левой рукой удобный подлокотник, правда он небольшой ширины. Подлокотник на дверной карте вообще отделан тканью. Присутствует у водителя и регулировка сидения по высоте, выполненная при помощи крутилки, правда, чтобы ей воспользоваться, дверь придется открыть. Зазора здесь недостаточно, чтобы просунуть руку. По части кнопочек и клавиш это уроженец 90-х годов, и соответственно никакого сходства с кабиной современного самолета вы здесь не увидите. Стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте, центральный замок, боковые зеркала с электрорегулировками. Справа от руля у нас находится клавиша управления стеклоподъемником пятой двери. Стандартные подрулевые переключатели для любой Toyota Techlet на своих местах. Клавиша аварийной сигнализации по центру панели на самом видном и доступном месте под ней электронные часы. Клавиша смены режимов работы коробки передач, обычный либо спортивный, подогрев заднего стекла и блок климат-контроля. В данном случае однозонный, но полностью автоматизированный. Ниже небольшой кармашек для мелочи и уже нештатная магнитола. В этом автомобиле еще присутствует прикуриватель, а не пластмассовая затычка на его месте. Ниже 12-вольтовая розетка, селектор коробки передач в данном случае с курком блокировки и клавишей овердрайв, позволяющий выключать из работы четвертую передачу. Также для удобства в буксировке автомобиля или его перемещения при заглушенном двигателе и выключенном зажигании есть клавиша разблокировки селектора. А слева тот самый рычаг управления режимами полного привода, который перемещается по траектории, напоминающей английскую букву J. Это указывает на то, что на данном автомобиле установлена трансмиссия с наименованием Multimod, имеющая в своем составе межосевой дифференциал. Кстати, с жесткой механической блокировкой. Так что подобный сурф только выиграл от наличия здесь подобной раздаточной коробки. Само собой, есть и понижающая передача. По части бардачков, подстаканников и прочих моментов здесь все обстоит неплохо по меркам 90-х годов. Хотя центральный бокс довольно маленький, но здесь есть два подстаканника рядом с рычагом стояночного тормоза. Есть отдельная пепельница, куда можно складывать, например, фантики. Маленький нештатный кармашек над магнитолой и очень небольшой бардачок. Бумаги формата А4 входят сюда, только будучи сложенными вдвое. Зато на потолке присутствует футляр для очков. В плане обзорности придраться можно, разве что к узкому лобовому стеклу. Но это, пожалуй, и все. Боковые зеркала здесь очень крупные. Маневрировать в потоке будет легко. Линия остекления низкая, капот полностью видимый. Плюс на левой стороне у нас есть дополнительное панорамное зеркало, в которое вы видите передний край автомобиля. Плюс на левом крыле у нас есть зеркало, которое позволяет вам мониторить то, что происходит непосредственно перед самим бампером. И левое переднее колесо. Очень полезная вещь как на бездорожье, так, например, и при парковке во дворе. Единственное что, такой автомобиль я бы дополнил камерой заднего вида, поскольку большая длина автомобиля может сделать не очень комфортным парковку задним ходом в условиях недостаточной видимости или, например, зимой. На не до конца откопанной от снега машине. Ну а теперь про заднее сидение. В данном случае я сижу сам за собой. Место для ступней под передним креслом в обрез. Поднимаете ступни чуть вверх и упираетесь в каркас сидения. При этом, если поставить ноги просто на пол, то ваше бедро оказывается повисшим в воздухе. Сказывается небольшая высота сидения от пола, а оно здесь не слишком выше, чем сидение переднее. Зато задний диван здесь, это диван в прямом смысле слова. Очень мягко сидеть. Ярко выраженного профиля у него, естественно, нет, как практически нет здесь и тоннеля на полу. Он минимален. Дополнительных удобств для задних пассажиров в виде, например, центрального подлокотника не предусмотрено. Зато есть регулировка спинки по наклону. Сейчас это максимально вертикальное положение между головой и потолком присутствует еще неплохой зазор. Но при желании можно сделать и так. В этом случае сидеть становится в разы комфортнее. Так что в дальнюю поездку на заднем сидении сурфа отправляться можно смело. Из удобств для задних пассажиров клавиши стеклоподъемников на очень узеньких подлокотниках. Также здесь присутствуют узкие и практически бесполезные кармашки внизу дверных карт. Подстаканник, который в данном случае раскладывается из центральной консоли. А также пепельница внизу. Ну а теперь про подкапотное пространство. На сурфы третьего поколения ставили четыре разновидности двигателей. Базовым бензиновым мотором стал двигатель объемом 2,7 литра. Здесь 150 лошадиных сил и 235 ньютон-метров крутящего момента. Три RZ-FE. Чугунная рядная четверка с двумя верхними распредвалами гидрокомпенсаторов на этом моторе не предусмотрена. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива. А из элементов, усложнивших конструкцию, разве что балансирные валы в поддоне. Привод ГРМ, кстати, у этого мотора цепной. И цепь служит за 200 тысяч километров пробега. Однозначно хорошей чертой является отсутствие у три RZ-FE каких бы то ни было ярко выраженных слабых мест. Это очень ресурсный двигатель. Если в нем иногда менять масло и заправлять хотя бы 92-й нормального качества, этот движок пройдет 500-600 тысяч километров, а во многих случаях даже более. Казалось бы, идеальный вариант, но не все так гладко. Любой, кто когда-либо открывал, например, англоязычный сегмент интернета, запросто мог обнаружить там не только массу шуток про автомобили одной немецкой марки, но также и юмор на тему владельцев форанеров. Это леворульный аналог сурфа, крайне популярный, кстати говоря, в Соединенных Штатах Америки. Время разгона с нуля до сотни у таких автомобилей как раз и есть предмет для шуток на эту тематику. На всякий случай мы даже проверили для вас, как обстоят дела на самом деле. И вот как это выглядело. В общем, ездить на таком автомобиле, скорее всего, вы будете не превышая скорость, причем даже на трассе зато ездить очень долго и без лишних хлопот. Вот. Кстати, с учетом соотношения массы автомобиля к мощности двигателя, было бы глупо рассчитывать на то, что расход топлива в городе у такого авто будет ниже 15-17 литров на сотню. Если же вам нужна какая-никакая динамика, забегая вперед, посоветуем дизель. Но можно обратить внимание и на, кстати, довольно редкие на вторичке версии с мотором 3,4 литра. Это уже V-образная шестерка 5WZ-FE. Такой двигатель выдает 185 лошадиных сил, но крутящий момент здесь больше 295 ньютонометров. Это также очень простой мотор и очень, по сути, непривередливый, тоже практически без недостатков. С ресурсом более 500 тысяч километров. Единственное, о чем нужно помнить, это о необходимости периодически регулировать зазоры клапанов, а также про то, что на 5WZ-FE применяется комбинированный ГРМ. Ремень плюс шестерни, соответственно, о необходимости замены ремня периодически нужно помнить. С таким мотором сюрф разгоняется до 100 км в час где-то за 12 секунд. Что все же благоприятнее, чем версия 2.7. Что касается дизельных двигателей, оба дизеля здесь трехлитровые. Какой мотор будет стоять под капотом конкретной машины, зависит от периода выпуска. На ранних сурфах стоял 1KZ-TE. Рядная четверка с чугунным блоком цилиндров, турбонаддув, электронно-управляемый ТНВД, ременный привод газораспределительного механизма, при обрыве которого клапана гнет. И, кстати, отсутствие гидрокомпенсаторов опять же. 1KZ-TE это один из самых лучших двигателей страны восходящего солнца. Если говорить про дизеля, мотор крайне непривередлив к солярке. Мощность его может варьироваться, опять же, от периода выпуска. Обычно это 130-140 лошадиных сил, но крутящий момент здесь под 300 ньютонометров. Поэтому с таким дизелем сурф уже становится более или менее динамичным. Способным выехать 0,100 из 10 секунд. Из недостатков 1KZ-TE можно отметить разве что склонность к появлению трещин в головке блока цилиндров. Правда, этому должен предшествовать хороший перегрев. В остальном, если же система впрыска и свечи накаливания исправна, 1KZ-TE это крепкий, надежный двигатель, чей ресурс лежит в районе 500 тысяч плюс. На машинах после второго рестайлинга стали устанавливать другой трехлитровый дизель 1KD-FTV. Этот мотор знаком многим по 150-му кузову Land Cruiser Prado. На сурфе стояла еще версия без VVT-E, то есть лишенная фазовращателей. Два верхних распредвала, рядная четверка, турбина с изменяемой геометрией и впрыск типа Common Rail. Мотор выдает 170 лошадиных сил, а вот крутящий момент вырос критично до 352 ньютонометров. Такие автомобили серьезно прибавили в динамике, но при этом потеряли в надежности. До 2011 года 1KD-FTV не мог похвастаться живучестью поршневой группы. Встречались проблемы, связанные с разрушением поршней. Также эти дизеля очень любят зарастать нагаром. И в целом гораздо требовательнее к качеству топлива и регламенту обслуживания. А вот что касается автоматических коробок передач, на этой машине стоит трансмиссия, которую смело можно причислить к числу наименее проблемных коробок вообще. Это автомат ESIN серии A340F. Коробка рассчитана на крутящий момент до 430 ньютонометров, которые на этом автомобиле вы не получите никогда ни с одним из двигателей. И если менять в ней рабочую жидкость хотя бы раз в 60-70 тысяч километров пробега, то такой автомат будет ездить очень долго. Кстати, если на вашем автомобиле с большим пробегом коробка вдруг начала пинаться или толкаться, попробуйте поменять рабочую жидкость и промыть гидроблок. Скорее всего, это поможет. Каких-то сверх критичных болячек за этой трансмиссией не водится. И это одна из немногих автоматических коробок, которая также выхаживает полмиллиона и более в плане пробега. Каталожный клиренс для этого автомобиля после первого рестайлинга составляет 240 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела в реальности. Нижняя точка в передней части автомобиля в данном случае будет под передним нижним рычагом. Как раз те самые 240 миллиметров. Что касается переднего бампера, то его задний край находится на расстоянии 43 сантиметров от асфальта. За передним колесом до подножки, которая вероятнее всего зацепится за препятствия, 37 сантиметров. В задней части низшая точка это защита топливного бака 30 сантиметров. Ну и до заднего бампера от асфальта добрых полметра. И судя по всему, это хороший клиренс. Наш оператор впервые рад, что его оборудование, включая самое ценное голову, не цепляется в днище автомобиля. Да и мне здесь можно слегка попрыгать. Ну а теперь про ходовую часть третьего сурфа. Производитель заверяет, что они пытались сделать машину мягче и комфортнее для повседневного использования. На практике, если вы ожидаете, что рамный высокий сурф с огромной высотой покрышек будет вести себя как мягкий диван при проезде неровности, то вы слегка заблуждаетесь. На самом деле подвеска у этого автомобиля довольно жесткая. Стыки и выбоины в асфальте он проходит весьма ощутимо. Что касается конструкции, передняя подвеска в данном случае на двойных рычагах. Соответственно, шаровая опора у нас и сверху, и снизу. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов. В данном случае, кстати, они стоят новые. Пробег этого автомобиля около 380 тысяч километров родной. Стабилизатор поперечной устойчивости очень серьезного сечения. И, кстати, его крепление находится в великолепном доступе. Также здесь прекрасный доступ и к рулевой рейке. Она гидравлическая, соответственно, вам придется мониторить состояние как магистрали подачи и обратки, так и состояние сальников на рейке, дабы вовремя купировать проблему, если она вдруг начнет подтекать. Что касается антикоррозийной обработки в передней части, с завода здесь ее практически нет. Но надо отметить, что и ржавчины как таковой на автомобиле, которому на секундочку 25 лет, тоже очень и очень немного. Причем это касается как состояния самой рамы, так и состояния кузова в районе тех же самых порогов и днища. Не забывайте, что это полноприводный автомобиль с двумя карданами. Карданы имеют крестовины, и эти крестовины нужно периодически шприцевать. Особенно если перед этим вы ездили на бездорожье и преодолевали водные преграды типа бродов. В задней части автомобиля под защитой мы наблюдаем топливный бак. Он также стальной, объем его 70 литров. И стальная, и заливная горловина. Поэтому при осмотре старого экземпляра обращайте внимание на то, чтобы эти вещи не были прогнившими. Задняя подвеска у сурфа это классическая зависимая схема. Здесь используется мост, пружины и амортизаторы стоят, соответственно, отдельно друг от друга. Задний стабилизатор по перечной устойчивости уже не столь серьезно выглядит, как передний. Но находится он в хорошем удобном доступе. Кстати, задние тормоза у этой версии автомобиля барабанные. Что касается прочности компонентов подвески, то эти автомобили крайне редко приезжают на ремонт ходовой части. И если прошлый владелец вложился в такую машину, скорее всего, вы сможете проездить на том, что он в ней наремонтировал, еще лет 5-7. Естественно, при условии, что пробеги ниже среднего. Ну и к вопросу о коррозионной стойкости. На следующих кадрах обратите внимание на минимальное количество ржавчины в задней части кузова автомобиля. Вот такой у нас получился сегодня обзор на Toyota Hilux Surf. Это первый рестайлинг, машина 99-го года выпуска, мотор 2.7, конечно же, полный привод. Надеемся, после просмотра этого видео у вас появилось общее представление о том, что же такое этот автомобиль. Если вы ищете для себя такой, конкретный экземпляр находится на продаже в компании RDM Import. Вернее, есть приличный шанс, что он еще будет у нас к моменту, когда это видео увидит свет. Дополнительные вопросы, уточняющие, задавайте по номеру телефона, он будет указан в описании под видеороликом. Если у вас была или до сих пор есть подобная машина, на которой вы ездите уже очень долго, проехали много и вам есть, в чем нас дополнить и в чем поправить, пишите все это в комментариях. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если обзор оказался полезен и понравился. Спасибо, что смотрите нас и до новых встреч. Пока!